Девушки отдыхают Представь себе, не знаю А я знаю Вот это похоже Очень похоже Посмотрите внимательней Но это она Вот видите, на ней тоже нет никакого клейма Я ее через знакомых доставала Вот Олешка обрадуется А что вот Маяковский сказал? А что он сказал? Где? Когда? Да, какой великий Выбирал путь, чтоб протоптаннее И легче Ох уж этот ваш Маяковский Ну да, конечно Вы все современно не признаете Когда-то очаровательная актриса Тамара Чернова Блистала в картинах Дворянское гнездо Смелые люди И задача С тремя неизвестными Которые пользовались Огромным успехом у зрителей А сегодня 96-летняя Тамара Александровна Забыта даже с самыми близкими родственниками Она живет в нищете Ведь свою квартиру отдала внучке Которая вычеркнула бабушку из своей жизни Родилась Тамара 2 января 1928 года В городе Свердловск Сейчас Екатеринбург Ее отец, Александр Иванович Был партийным работником А мать, Анастасия Ивановна Работала финансистом В школе Она хотела заниматься музыкой И училась в музыкальной школе По классу фортепиано Великая Отечественная война Наступила Когда Черновой было всего 13 лет Она как могла помогала фронту Работала на заводе Ухаживала за ранеными в госпиталях После окончания боевых действий Семья переехала в Киев Куда был направлен отец девочки Для восстановления разрушенного города Семья была большая Кроме Тамары и ее сестры Близняшки Виктории Была их старшая сестра Клара Уже в Киеве Тамара Чернова Увлеклась театром И поступила в студию имени Леси Украинки Которую окончила в 1947 году Затем она перебралась в Ленинград Где поступила в Ленинградский театральный институт В котором она не доучилась Потому что начала активно сниматься в кино Дебют в кино Тамары Черновой Состоялся в 1950 году В военно-приключенческом фильме Константина Юдина «Смелые люди» Где актриса исполнила главную роль Надежды Вороновой В этой увлекательной картине Рассказывается о работниках конного завода Которые в годы войны Оказались на оккупированной территории И решили оказывать сопротивление В тылу врага Создав партизанский отряд Фильм «Смелые люди» имел огромный успех в прокате Его посмотрело более 41 миллиона зрителей После этой кинокартины Тамара Чернова получила всесоюзную славу И вскоре ее взяли сразу на второй курс Школы-студии МХАТ После окончания которой Чернова была принята в 1953 году В труппу театра имени Масовета В котором она служила до 1991 года Затем в карьере актрисы Были успешные работы В таких популярных фильмах Как «Любимая песня» 1955 года «Путешествие в молодость» 1956 года И «Хождение по мукам» 1958 года В дальнейшем Тамара Чернова Снималась в основном в фильмах-спектаклях Пока на нее не обратил внимание режиссер Андрей Кончаловский Который пригласил актрису на роль Марии Дмитриевны В свою знаменитую картину «Дворянское гнездо» Снятый по одноименному роману Ивана Тургенева Детям Тамара Чернова Может быть известна по роли колдуньи Из кино-сказки «Два дня чудес» После крупного успеха драмы «Дворянское гнездо» Тамара Александровна Плодотворно работала в кино До 1988 года Снявшись в целом ряде популярных фильмов Среди которых Стоит отметить такие картины Как «Странная миссис Сэвидж» 1975 год И «Задачи с тремя неизвестными» 1979 год Потом был еще ряд кинокартин За которыми последовал продолжительный перерыв Для Тамары тогда семья была на первом месте В 1991 году У актрисы начались проблемы со здоровьем И Тамаре Черновой пришлось покинуть театр И уйти из кинематографа Правда, Тамара Александровна Еще один раз Появилась в кино Снявшись в 1998 году В российско-американской драме «Бедная Лиза» Где она сыграла роль старой барыни Актриса была замужем два раза Ее первый супруг Художник по костюмам Константин Савицкий Они поженились в начале 50-х Но брак распался Несмотря на наличие общей дочери Татьяны Она позже подарила актрисе внучку Риту Но так как Татьяна сильно болела Воспитанием ее дочери до 12 лет Занималась именно Тамара Александровна Вторым супругом актрисы Стал адвокат Борис Бруштейн Этот брак продлился 10 лет В 2014 году Тамара Чернова Подарила свою московскую квартиру Любимой внучке Рите А сама перебралась в поселок Отрадный Под любимом Ярославской области Сейчас внучка Рита живет на Мальте Она замужем У нее трое детей Рита отказывается помогать своей родной бабушке А подаренную московскую квартиру Она сдает за деньги каким-то людям Но актрисе ничего не перепадает Из доходов за аренду Тамара Чернова призналась Что она не может самостоятельно передвигаться Ей приходится жить на маленькую пенсию И еще кормить своих кошек Которых у нее 8 штук Правда, Чернова очень благодарна Добрым соседям Которые не оставляют ее без присмотра И помогают ей выжить Несмотря на свое бедственное положение Тамара Чернова Не хочет обращаться за помощью К дочери и внучке И говорит Да мне хорошо Не надо мне помогать Не надо мне ничего Как удалось выяснить Дочь Черновой Живет в нескольких километрах от своей матери Однако навещает ее крайне редко Мы разных сословий Понимаете Я княжеского рода А мама Мещанское сословие Это абсолютно разная психология Заявляет дочь известной актрисы На свою маленькую пенсию Тамара Чернова Арендует полуразрушенную квартиру В поселке Отрадный Под любимом Который находится недалеко от Ярославля Вот что актриса рассказала журналистам Здесь ничего не было Не было даже горячей воды В холода могут перестать топить Надо мыться А я боюсь Мне нужен человек Я боюсь залезть в ванну И упасть Обои на булавках На иголках Падают Наверху все отлетает Но что сделаешь Дверь совершенно пустая Готовлю Запах Соседи бегут Не горит ли у вас что-нибудь Пользуюсь электроплиткой А в кухню не хожу Там газ Я боюсь, что могу забыть И случится что-нибудь нехорошее Съемочная группа программы Пусть говорят Приехала в гости к актрисе Когда узнала о ее бедственном положении Но найти актрису удалось не сразу В поселке Отрадный под Любимом Нет улиц Двухэтажки перемежаются избами Из торговли Пара ларечков Найти дом заслуженной артистки РСФСР Здесь Дело непростое Ни огромных заборов Ни почищенной дороги Ведущей к нужному подъезду Только пообщавшись с местными жителями Им удалось найти дом В котором живет Тамара После выпуска программы Известные люди Собравшиеся в студии программы Пусть говорят решили помочь Бывшей звезде экрана Которая передвигается в инвалидной коляске И постепенно утрачивает слух Благодаря участию неравнодушных людей У актрисы в скором времени Появится новая коляска Слуховой аппарат И солидный запас кошачьего корма Благодаря участие в инвалидной коляске Продолжение следует...